В Ильяновске подвели итоги работы отрасли физической культуры и спорта за 2020 год и наметили дальнейшие перспективы. Вместе с спортивной общественностью региона к разговору пригласили губернатора и президента Федерации по тяжелой атлетике России Максима Агапитова. Весь прошлый год мы с вами занимались в условиях очень больших ограничений не только развитием достаточно большого количества базовых видов спорта, но и занимались управленными изменениями, занимались мягкими реформами, которые были направлены на оздоровление отрасли, на перенастройку отрасли, на то, чтобы соответствовать самым устроенным федеральным и международным требованиям. В прошлом году в регионе провели 25 российских соревнований, 9 чемпионатов и Кубков России, более 150 региональных соревнований. В этом году уже запланирована серия встреч, где обсудят новые проекты. Рассмотрят такие вопросы, как появление новых кадров, их финансовая поддержка и физическая культура в сельской местности. Губернатор отметил, что ни одна спортивная площадка не должна пустовать. Благодаря активному взаимодействию с Министерством спорта Российской Федерации Ульяновская область включена в три цифровых пилотных проекта федерального центра по статистике и запуску сервисов в цифровую платформу. Наша амбициозная перспектива – это создание единого цифрового пространства отрасли спорта и интеграция с сервисами других отраслей экономики. Это позволит не только улучшить качественные и количественные показатели деятельности субъектов отрасли, но и сделать взаимодействие общества, бизнеса, государства доступнее. Важной частью заседания коллегии стало подписание соглашения о сотрудничестве и содействии в развитии тяжелой атлетики Ульяновской области. В перспективе проведения всероссийских соревнований массовость и доступность тяжелой атлетики в селах и городах должна лежать в основе развития данного вида спорта. Также необходимо создать хорошую материально-техническую базу, отметил президент Федерации по тяжелой атлетике Максим Агапитов. За четыре года уже создано достаточно много. В августе 20-го в Солдатской этажле был открыт Центр тяжелой атлетики. На его постройку и оснащение ушло 34 миллиона рублей. Наша задача выработать совместно с региональной федерацией направления, в которых мы будем взаимодействовать и развивать, популяризировать наш вид спорта на ближайшие четыре года. И согласовать наши хотелки, наши желания, наши видения, наши планы с органами власти и руководства. И поэтому мы закладываем в основу вот этого соглашения по развитию согласованный план и соответственно по нему действуем. Приятной частью заседания стало награждение работников спортивной общественности благодарственными письмами и памятными подарками от губернатора Ульяновской области. Каждый участник смог задать волнующий его вопрос, предложить что-то свое или просто выразить слова благодарности. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ.